Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! Сентябрь 7. Память святых апостолов Евода и Онисифора. Святой Евод, один из семидесяти апостолов, был первым после святого апостола Петра епископом в Великой Антиохии и великим проповедником Слова Божия. Они упоминают святой Игнатий, богоносец, в своем послании к антиохийцам. В таких словах, поминайте блаженного Отца вашего Евода, который был поставлен вам от апостола в первым пастырем. Будьте истинными его сыновьями, а не прелюбодеями, чтобы Отец не стыдился вас. Святой Игнатий, богоносец, ученик-евангелист Иоанна Богослова, с 68-го года по рождестве Христова, был епископом антиохийским и скончался мунистической смертью в гонении императора Трояна в 107-м году. Он написал 7 догматических посланий к разным христианским церквам. Сей святой Ивод написала Пресвятой Деве, что она 15 лет от рождения родила Спаса Мира Христа. Трех лет, пишет он, она введена была в Храм Господень, где и пребывала 11 лет. Когда же исполнился ей 12 лет, она была отдана священникам Иосифу, чтобы он охранял ее. У него она пробыла 4 месяца, когда получила от ангела радостное благовестие и в конце 15-летнего возраста родила Свет Миру Христа. Кроме всего, святые Ивод оставил много других полезных сочинений, но все они погибли в те многобедственные времена, когда Церковь Божия подвергалась гонениям, и посему до нашего времени не дошли. В настоящее время известна листья книга под названием «Светила», о которой, впрочем, есть упоминание только у древнего историка Никифора. О самом святом ему обеспечается известие в римских мартирологах, где говорится, что он пролил свою кровь за Христа и скончался мученической смертью. Некоторые утверждают, что святой пострадал в Антиохии при императоре Веспасиане, царствовавшем с 70 по 79 год. В то время, говорят они, в одном городе было произведено неким иудеянином по имени Антиохом большое волнение. Изменив свои веры, он стал приносить жертвы идолам, причем многие иудеи были убиты за непоклонение идолам. Тогда весьма многие иудеи приняли христианскую веру и епископом своим имели блаженного ивода, который, как начальник и пастырь их, был в скором времени умершлен. Блаженная консина святого Иода последовала в 66 году по Рождестве Христовым в гонении римскому императора Нерона. Святой Анисифор принадлежал также к липу 70 апостолов. А ним апостол Павел в послании к Тимофею говорит, «Да даст милость Господь Анисифорову дому, который много раз упокоил меня и верит моих не постыдился, но пришед в Рим, тщательно искал меня и нашел. Да даст ему Господь милость от Господа в день он и. И сколько он в Ефесе послужил, ты знаешь лучше». Святой Анисифор был епископом в Калафоне и в Киринеи. Киринеи – это главный город области того же развалия, находился в Ливии. И пострадал за веру, приняв мученическую смерть. Об его мученически свидетельствуют мученические акты, в которых повествуется, что святой Анисифор после многих мучений был растерзан дикими лошадьми и вместе с его дом во дворил сапсонные исповедников Божиих в небесных селениях. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok